Ни для кого не секрет, Бобруйск не только гостеприимный, открытый город, но и один из крупнейших игроков на экономическом пространстве страны. О чем ярко говорят цифры. У районного центра 8 городов-побратимов. Вот, например, делегация торгово-промышленной палаты на Арафа Минска накануне ознакомилась с производственным и деловым потенциалом местных предприятий. И тут, как нельзя кстати, подойдет народная мудрость. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Мы давно общаемся с Ассоциацией промышленников-предпринимателей города Бобруйска. И в рамках побратимских отношений вот сейчас устанавливаем деловые контакты с бизнесом. Очень нам приятно, что Ассоциация нас не забывает, приглашает. Первой остановкой в бизнес-карте визита стал красный пищевик. Для гостей была организована в прямом смысле сладкая экскурсия, во время которой наши друзья лично смогли ознакомиться с процессом производства знаменитого бобруйского зефира. И, конечно, попробовать на вкус продукцию. Не могли не показать партнерам и молодой логистический центр настоящую гордость предприятия. В общем, увиденное превзошло все ожидания. Очень интересно, на самом деле. Первый раз вообще на кондитерской фабрике в своей жизни. Ну, как бы, если брать из кондитерских фабрик. А вот, а так вообще, конечно, впечатляет. Точно здорово, мне очень понравилось. Такое предприятие с такой историей большой, да. И что, мне кажется, что это за честь побывать здесь. Если на красном пищевике с продукцией знакомились, то уже на фондоке партнеры сели за стол переговоров. Подтверждением тому, что визит делегации очень важен для Бобруйска, стало присутствие на встрече председателя горисполкома Александра Студнева. Идеи звучали самые разнообразные, весьма интересные. От экономического взаимодействия до проведения товарищеских матчей по хоккею и организации телемоста между побратимами. Здесь, на месте, можно принять очень быстрое решение, правильное. Ты оцениваешь возможность партнеров, их экономический потенциал. Я думаю, всем было очень полезно сегодняшняя эта встреча. По кончанию встречи партнеры обсудили векторы развития и пути сотрудничества, которых у побратимов, безусловно, огромное количество. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.